Ну давай, начинай общаться. Я звонил по поводу заработка денег. Ага, отлично. А телефончик мой откуда? Вы прошли регистрацию на нашем сайте. На каком вашем сайте? Вы были заинтересованы в заработке денег. На нашем сайте. На каком нашем? Что такое наш сайт? Что такое наш сайт? На сайте нашей компании. Какой компании? Евростандарт. Отлично. Когда это было? Где? При каких обстоятельствах? Каким образом я регистрировался? И какие мои там регистрационные данные? Ну-ка. Вадим, ваш номер телефона мне упал не с тебе. Да, я знаю, что... Ваш номер мне тоже упал не с тебе. И ваше имя мне тоже упало не с тебе. Котик, я прекрасно знаю, где добывается незаконным образом. И сколько стоят эти базы данных телефонов? Вот. Как они к вам попадают? И какими пользуются те, кто представляет инвестиционные компании, службу безопасности банков? Так, что там еще? Торги там всякие, попытки что-то там вложить. Давай так. Вот ты прекрасно понял, что попал не на того человека, который вот на все эти разводы ведется. Я могу с тобой пообщаться, ты будешь тратить деньги. У тебя не случится заработка в тем, чем было мог случиться. Вадим, Вадим, у меня к вам вопрос. С чего вы взяли? С чего вы взяли? Что я вас хочу обмануть? Котик, у меня отличный инвестиционер. И у меня прекрасная профессиональная подготовка. Но не получится. Я отлично владею приемами НЛП. Ты не волнуйся. Как только ты начинаешь повышать голос больше, чем на 40 децибел, это признак волнения. Волнение – признак неуверенности. Неуверенность – признак того, что ты понимаешь, что не добьешься результата. Я не знаю, у тебя оплата там за минуту или по итогам беседы. Сразу предупреждаю, что по итогам беседы у тебя ничего не получится. Хочешь поговорить? Поговори. Я сейчас один дома на короне. Замечательно проведу время. Давай. Жги. Прекрасно. А почему заболели? Где вы подхватили корону? Вы же знаете, что коронавируса не существует? Да-да, давай. Жги, жги. Послушаю еще одного гения с тремя классами. Давай. О, а вам уже звонили, да? Кто звонил? Вам получается уже звонили. Кто звонил? Но вы же говорите, еще пообщаемся с одним гением. То есть вы получается с кем-то уже общались. Естественно общался. Мне такие гении звонят там по 16 раз. Не, что-то, кстати, перерыв был недельки в две. И не только мне. Давай, я тебе задам вопрос. Если ты на него отвечаешь правильно, я прямо начинаю с тобой беседовать по той теме, по которой ты желаешь. Так сказать, подставить меня. Ну давайте попробуем. Да? Вадим, да-да, давайте. Давайте, да. Вопрос следующий. Но только ответ правильный. Почему антиципация субъективных смыслов в момент на присвоение вторичных образов? Что за такой вопрос глупый? Вопрос глупый для тех, кто имеет три главного образования в блог. Тихо-тихо, в лучшем случае три с половиной. Если мы что-то не знаем, это не потому, что кто-то дурак, а потому, что мы что-то не понимаем или нам не хватает образовательного ценза. Не справился, не справился с обладанием. Вы выйдите на улицу и задайте этот вопрос каждому встречному. И вы увидите, что 80% россиян не ответят на этот вопрос. А мне неинтересно, россияне, мы с тобой договаривались. Я с вами ни о чем не договаривался. Как? Ты сказал, да, все хорошо, пожалуйста, да, все, согласен на условия. Согласился? Или бы только переобулся? Переобулся? Вадим, но я же сказал, что я же вам не сказал, что я буду на него отвечать, правильно? Сказал. Я прям записываю. Доказательства? Зачем мне это надо? Вадим, у меня срочное совещание, я вас наберу через полчаса. Будете ожидать мой звонок? Ох, 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 давай, давай. Да, Вадим, ожидайте. Да, прекрасно. Вадим, ET. Субтитры подогнал «Симон»